Изменения во всех программах эмиграции в Канаду и другие новости. Мы расскажем самые важные события прошедшей недели, а вы поставьте лайк ролику и подпишитесь на канал. Начинаем! Привет из Канады. Канада намерена внести вклад в освоение космоса. Аэрокосмическая корпорация Canadiensis построит первый канадский луноход, который отправится на Луну в 2026 году для выполнения миссии НАСА. Аппарат будет участвовать в поисках льда в лунном грунте, что является ключевым направлением будущего исследования космоса. Сделка обошлась правительству в 43 миллиона канадских долларов. Важная новость прошедшей недели. Канада перешла на новую классификацию профессий НОК. Из-за этого изменились требования во всех программах эмиграции. НОК – это канадская классификация профессий, в которой каждой специальности присвоен код. Его нужно знать для эмиграции в Канаду и для трудоустройства. Мы подробно рассказали о том, что такое НОК, как он устроен и как узнать код своей профессии. Ссылка на статью будет в нашем телеграм-канале. Обязательно на него подпишитесь. Там мы не только публикуем полезные материалы к роликам, но и каждый день выкладываем посты о Канаде. Это не единственное изменение в эмиграции в Канаду. Стало известно, что с 2023 года отборы в системе экспресс-энтри станут целевыми. Сейчас в экспресс-энтри приглашаются кандидаты, которые набрали больше баллов за возраст, образование, опыт работы и знание языков. А целевые отборы позволят выбирать заявителей по сфере образования, профессии и провинции, в которую они собираются переехать. В первую очередь Канаду интересуют работники здравоохранения и строительства. Иностранные студенты получили право работать в Канаде полный день, а не 20 часов в неделю, как было раньше. Мера продлится до 31 декабря 2023 года. Но это касается только тех, кто подал заявку на разрешение на учебу до 7 октября 2022 года. Также нужно учиться очно по программе длительностью более полугода и сохранять хорошую успеваемость. Планы Канады по приему иммигрантов очень амбициозны. Но местные жители начинают беспокоиться, что новоприбывшие будут повышать спрос на жилье, а также медицинские и социальные услуги, из-за чего их стоимость будет расти. В недавно проведенном опросе 49% канадцев ответили, что Канада хочет принимать слишком много иммигрантов. 31% считает цели нормальными, а 5% думают, что приезжих должно быть больше. Если же вы интересуетесь работой в Канаде, то для вас тоже есть новости. Мы выпустили ролик про топ-10 лучших работодателей Канады, согласно списку Forbes. В этих компаниях можно получать высокую зарплату и хорошие бонусы, и почти во всех организациях прямо сейчас много открытых вакансий. Посмотрите наше видео по ссылке в углу экрана и в описании к этому ролику. Перейдем к иммиграционным розыгрышам. За неделю прошло всего два отбора. 17 ноября остров Принца Эдуарда отправил 141 приглашение специалистам и 8 приглашений предпринимателям. Это был второй отбор за ноябрь. Хотя обычно регион проводит розыгрыши раз в месяц. 18 ноября состоялся отбор в Манитобе. Провинция выбрала 518 человек среди специалистов в Манитобе, специалистов за рубежом и выпускников вузов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокол, чтобы не пропускать новые полезные ролики. Также заходите на наш канал и смотрите другие видео об иммиграции в Канаду, работе и учебе. До встречи в Канаде!